доброе времени суток подписчики и гости канала поршень покинул чат меня зовут саня я тот самый поршень который чат собственно говоря и покинул где я пропадал я начал заниматься перешивами салонов то есть ремонтами сидений там потолками ну в общем всеми элементами автомобиля там по салону вот и поэтому естественно времени у меня уже на съемке не осталось но сегодня сегодня у нас вроде как спецвыпуск я сегодня снова тут вот и есть вопросы по термостатам в комментарии люди писали можем сейчас показать рассказать что нужно поставить чтобы вам было хорошо было счастье и не было никаких проблем в общем то есть такая штука которая называется термостатом в модели этой линейки моторов в принципе вообще в бмв термостаты имеют пластиковый корпус иногда они бывают трескаются лопают из-за температуры в нам получается как температура открытия термостата стандартная у этих термостатов где-то начиная от 105 градусов ну и выше разумеется это я считаю что температура высоковатая там несмотря на технологии допуски и так далее инженеры как-то просчитывали это все дело но это очень плохо сказывается на всех пластиковых патрубках которые есть в двигателе а их тут есть очень и очень до хрена и в таких местах в основном чаще всего что нужно разобрать пол двигателя и чуть ли не вытащить его из машины чтобы поменять и добраться до некоторых из них вот и эта проблема не обошла стороной собственно говоря термостат термостат штука важная в двигателе так вот сейчас сейчас поделюсь с вами лайфхаком который сделал сам лично вот у меня имеется термостат не обратите внимание он у меня алюминиевый это у нас двигатель 2 и 5 м 54 b25 естественно вот и вы у меня сейчас наверняка хотели бы спросить а как так я вам сейчас втираю что все термостаты у бмв может не не все нам подавляющее количество пластиковая у меня алюминиевый и вот это и есть тот самый лайфхак на алиэкспресс я нашел совершенно случайно термостат в алюминиевом корпусе естественно меня это заинтересовало я связался с продавцом и спросил какая температура открытия потому что там как обычно они пишут было ничего не понятно но очень интересно вот и что я написал типа какая температура открытия у термостата что вы продаете на мое удивление продавец со мной связался отписался я был уверен что это объявление это сообщение останется висеть их где-то в закромах вот и что мне пишут стандартная там 105 градусов температура открытия рабочая температура термостата я тут что-то решил написать а можно ли сделать так чтобы она открывалась на 95 как это старые добрые времена было мне пишут да можно я заказал опасался конечно типа камон этаж китай да все знают что иногда попадаются час часто попадаются такие вещи бракованные там или ну не знаю в общем не самого высшего качества потому что китай но вот этот термостат это он превзошел все мои ожидания отличный термостат из мотора к мотору я его перекидываю кстати из мотора в мотор давайте сейчас посчитаю сначала мы снимали swap с 1 и 9 на 2 и 5 литра это был первый мотор потом мне захотелось тюнинга я поставил маслоуловитель вместо вот этой адмы клапана к вкг вот не знаю может быть я как-то не так установил может в течение обстоятельств или шок в общем как только ударили морозы зимой у меня конденсат замерз в патрубках от идущих от вот этой масляной ловушки обратно там к двигателю и супину ну в общем замерзла и вырыгала маслом во время того как я ехал то есть двигатель я положил вот ну что делать поменяли на следующий двигатель на следующий 2 и 5 потом мой кент который собственно говоря менял мне двигатель он говорит знаешь чувак у меня есть 30 0 двигатель отличное состояние будет разобраны до болтика последнего все вычищено выпали рвана ну короче я согласился очень уж хотелось посмотреть какой будет прирост мощности но я так и не глянул получилось так что у нас натяжитель цепи находящийся в этом месте вот тут вот но такая капсулка сорвала резьбу алюминиевую в головке и нам пришлось эту резьбу поправлять и так далее что вышло пришло то что естественно алюминиевая стружка она упала в поддон она упала везде где только могла мы вымывали выдували поддон снимали в общем вычистили все настолько насколько было возможно нам казалось что вычистили все абсолютно но оказалось не так оказалось далеко это было не так получается масляный насос подхватил стружку которая все таки где-то на цепи наверное осталось вот и когда двигатель работал ее в общем-то вкинула в поддон а с поддона масляный насос ее подобрал и вкинул под вкладыши а дальше вы понимаете что произошло вот двигатель по сути был как новый там было новое все только блок остался 30 бензин 30 бензин вот естественно до хрена денег просто куча денег ну и со слезами на глазах пришлось его из машины вытаскивать до лучших времен до выяснения обстоятельств ну то есть там все целое как бы кроме вкладышей и сейчас у нас стоит дилемма вопрос что с валом не повредил не провредила ли вал потому что там на глаз все просто идеально выглядит валу вообще по даже поддон не закрытый вот но там же микрон и имеют значение надо вмерить проверять и так далее в общем то двигатель мы не выкинули что-то с ним дальше будет твориться вот и обратно обратно я перешел на 2 и 5 то есть это машина увидела столько двигателей сколько блин никому еще не снилось она пережила просто невероятное количество свапов в ней было все что только могло ну и вот на всех этих двигателях путешествовал мой термостат из двигателя к двигателю в процессе его съема ну я всегда осматривал не видно ни накипи какой-то никаких-то отложений ничего все отлично все четко работает ну как будто бы только с коробки вытащили так что пользуйтесь вот таким лайфхаком общайтесь с продавцами с алиэкспресс но знаете это конечно же риск можете попасть не ответственного продавца и тогда неизвестно чем все это закончится но мне лично повезло так что это естественно на ваше усмотрение просто говорю что было у меня сегодня у нас было такое короткое видео вот ну как то так следующий раз мы расскажем что у меня происходит сейчас с корпусом по внешке что планируется и вообще неизвестно сделается ли в общем смотрите поршень покинул чат ставьте лайки ставьте подписки в общем и будет вам счастье